Сегодня у нас 14 ноября 2019 года и тема нашего вебинара «Безинъекционная мезотерапия или электропарация в арсенале практикующего косметолога». Для начала я напомню на всякий случай, какие вообще методики аппаратные существуют. Я не буду их разбирать, как в нашем вебинаре по аппаратным методикам обзорным, который называется «Ликбез», он выложен у нас на канале. Но напомню на всякий случай, что различаются методики физиотерапевтические на форезы, от греческого слова «форо-перенос», то есть форетические методики, при помощи которых мы можем в глубокие слои кожи перенести какое-либо лекарственное или любое другое активное вещество. Естественно, в зависимости от его физико-химических свойств, величины молекулы, способность их проникать. А чем меньше молекул, тем глубже проникнуть. И существуют еще некоторые моменты. Но любой форез направлен на увеличение окнопроводимости кожи, то есть чтобы мы могли в норме непроницаемый эпидермальный барьер преодолеть. И к таким методикам относится фонофорез, то есть воздействие при помощи ультразвука или ультразвуковая терапия в диапазоне высокой частоты, то есть 1 или 3 мегагерц. Ионофорез или гальванофорез, или электрофорез, чаще в физиотерапии этот метод называется. Это доставка каких-то активных веществ в дерму и в глубокие слои эпидермиса при помощи постоянного электрического тока, то есть гальванического тока. Электропорация – это уже более продвинутый метод, который использует импульсный ток и имеет более широкий диапазон применения и большую, скажем так, возможность протащить более крупные, более какие-то сложно сочиненные молекулы, пептиды, нуклеотиды, низкомолекулярную галуроновую кислоту и так далее на более глубокие уровни, то есть достаточно большое количество в дерму попадает, еще большее количество в глубокие слои эпидермиса на уровень базальной мембраны, например, считается, что из форезов электропорация сейчас на данный момент самая эффективная именно по количеству доставленного вещества. Существует еще лазерофорез. Лазерофорез у нас – лазерная терапия, низкоэнергетическим лазерным излучением. Она у нас в две группы будет относиться. То есть это и форез, с одной стороны, и очень мощная стимуляция. На лазерной терапии у нас тоже есть и вебинары, и семинары проводим, поэтому можно тоже ознакомиться, если интересно. Так вот, к другой группе относятся стимулирующие процедуры, то есть при помощи которых мы фактически ничего такого не вводим в глубокие слои кожи, но стимулируем что-либо, какие-то функции, либо тонус сосудов, лимфатических, кровеносных, либо тонус мышц. Приводим в норму тонус. Например, как при микротоковой терапии мы можем гипотоничные мышцы протонизировать, а наоборот гипертонус мышц снять, то есть расслабить мышцы. Электромиостимуляция – это непосредственное воздействие на мышцы путем их сокращения, путем более интенсивного воздействия током электрическим в миллиамперном диапазоне, микротоковое – это подпороговое воздействие, то есть ток практически, который не чувствуется пациентом, имитирует наши нервные импульсы. И, собственно, при помощи микротоковой терапии очень физиологично можно снять отечность, снять гипертонус мышц, можно, наоборот, протонизировать мышцы, которые нам нужно привести в тонус. Например, скуловые, чтобы разгладить носогубную складку или мышцу смеха. Например, потонизировать и расслабить депрессоры, которые придают нам умилое урожение лица. И, значит, помимо воздействия различного током, мы можем воздействовать лазером низкоэнергетическим, тоже стимулировать сосуды, стимулировать неокапилляргенез, стимулировать обмен веществ в клетках, когда их ускорено деление, то есть регенерацию стимулируется. Это как раз лазерная терапия этим занимается. РФ-лифтинг, радиочастотный лифтинг тоже относится к процедурам стимулирующего плана. То есть это не ФРС, мы ничего не вводим при помощи РФ, а мы стимулируем фибробласты дермы на выработку нового коллагена и эластина. Отсроченный эффект. Нагревается у нас дерма при помощи электромагнитного поля или переменного электрического тока. В различных аппаратах по-разному это реализована функция. Но сам факт, что дерма у нас имеет наибольшее сродство к радиоволне, потому что она гигроскопичная, она наполнена влагой, гораздо больше, чем эпидермис. Поэтому эпидермис нагревается меньше, дерма накрывается больше. Об этом я подробно рассказываю в семинаре по РФ-лифтингу и в ликбезе по аппаратке. Но сам факт, что мы можем использовать для РФ-лифтинга, например, косметику не очень дорогую, содержащую какие-то супер биодоступные активные компоненты. Потому что для того, чтобы использовать, например, гель концентрацией с комолекулярной гиалуроновой кислотой, лучше предпочесть форетическую методику какую-либо, например, электропорацию. А по РФ-лифтинг лучше взять гель с наибольшей электропроводностью, например. Поэтому есть такие вот нюансы по подбору средств. Ну, механо-вакуумные методики, вакуумный, вакуумный роликовый массаж, ЛПГ, это уже чисто стимуляция. То есть ничего, естественно, при помощи этих методик мы в кожу ввести не сможем. И есть определенная группа методик, это условно-деструктивные методики. Ну, они могут быть условно-деструктивными, то есть они не нарушают целостность кожи визуально. А есть прям совсем деструктивные, которые могут нанести повреждение кожи, или их целью является контролируемое повреждение кожи. То есть это ультразвуковой пилинг, который удаляет роговевшие чешуйки с поверхности эпидермиса. Это ультразвуковая кавитация, которая разрушает агипоциты, жировые клетки в гиподермии. Это гальваническая дезинкрустация, которая проводит, можно сказать, реакцию омоления жиров прямо на коже. Протеолиз белка частично происходит, тоже мы удаляем роговые чешуйки эпидермиса, удаляем кожное сало из пор, из крышечки скомедонов, растворяется. То есть это чистки. Ультразвуковый пилинг, гальваническая дезинкрустация, это разновидность аппаратных чисток. Тоже при помощи них, естественно, ничего в кожу не вводим. И микродермообразие, и фракционные лазерные методики – это уже такие достаточно повреждающие процедуры, которые тоже мы относим деструктивно. Вот так вот быстренько мы вспомнили, какие бывают методики. И видим, что электропорация, которую мы будем сегодня разбирать, она относится к форизам. То есть это форетическая методика, которая нужна нам для того, чтобы доставить в кожу, в глубокие слои кожи, какую-то молекулу, активное вещество, которое будет работать с проблемой, решать ее. Для электропорации используется высоковольтный ток, то есть в среднем напряжение от 30 до 100 вольт. И при определенных частотных характеристиках, они разные, кстати, у разных аппаратов бывают. Бывают аппараты, которые работают на частоте 300-500 кГц. Бывают аппараты, которые работают на мегагерцовом диапазоне, там 1760 мегагерц, например. И в принципе в различных аппаратах частота как раз реализована по-разному, настройки по-разному. Но главное, что это высоковольтный ток. Это ток переменный, то есть это импульсы. Этот ток дрейфует, во-первых, от плюс к минусу, от минуса к плюсу, если можно так выразиться. То есть не требует какой-то полярности определенной. Этот вид воздействия помогает протащить через эпидермальный барьер достаточно сложные молекулы с достаточно большим размером. И обеспечивает, помимо всего прочего, еще депонирование на некоторое время. Разные вещества по-разному, конечно, находятся в дерме, но сродни электрофорезу, то есть ионофорезу, происходит депонирование вещества, активного в тканях. И, соответственно, он может оказывать свой эффект более длительно. Опять-таки, без повреждения кожи эта методика используется. То есть это неинвазивная, как бы мезотерапия, можно так сказать, мезотерапия. Это все-таки мы привыкли, что это инъекционное воздействие, а здесь как раз без повреждения кожи. И вот этот сложно сочиненный ток импульсный, который воздействует на кожу, открывает каналы, так называемые, аквапоры. Вот как раз аквапоры, наш пробокод. И вот через эти аквапоры на мембране клеток и проникает внутрь клетки активное вещество. То есть мы знаем, что мы можем, в принципе, доставить какое-то активное вещество через, ну то есть преодолеть эпидермальный барьер через пути наименьшего сопротивления. То есть через выводные протоки сальных, потовых желез, волосыные фолликулы. Этими путями пользуются методики, такие как фонофорез, как ионофорез в основном. Но через клеточный и межклеточный путь, в данном случае через клеточный путь задействован при электропорации, открывает мембрану на самой клетке. И таким образом мы можем, воздействуя на клетки, на ткани, которые состоят из этих клеток, доставить, например, ту же самую гиалуроновую кислоту или какие-то другие активные биоактивные вещества достаточно глубоко депонировать их и так далее. Что из себя представляют эти аквапоры? Аквапоры – это мембрана клеток, если представить это без слой, есть гидрофильные головки этого слоя и есть гидрофобные хвосты. И когда воздействует такой короткий импульс от 0 до 300 миллисекунд электрического тока, воздействует поле электромагнитное на ткань, на клетки в том числе. И вот это электрическое поле, оно высокоинтенсивное. И образуется конформационное изменение, так называемое. То есть вот эта мембрана, она меняется структуру на долю секунды буквально. И вот эти вот головки разворачиваются, поляризованные, и образуется вот такая пора, через которую можно как раз протолкнуть фактически какое-то активное вещество. Когда мы вот эти вот импульсы, как говорится, нашим аппаратом испускаем, в этот момент, собственно, и происходит пенетрация активных веществ. Кроме того, вот эта пора, она не всегда сразу как бы затягивается, да. Есть наблюдение, что постепенно, да, как бы она может. То есть проницаемость вот этих вот мембран клеток, она еще какое-то время сохраняется, что позволяет нам, например, использовать какие-то маломолекулярные формы, типа, например, гиалуроновой кислоты со сверхмалой длиной цепи, как в сыворотке 3D-увлажнение, интенсив-омоложение, для межпроцедурного ухода. И их, соответственно, биодоступность будет увеличиваться как бы от процедуры к процедуре, если мы дома еще продолжаем, как говорится, за кожей ухаживать при помощи таких вот высокоактивных препаратов. Вот. Собственно, разные клетки, конечно, по-разному, вот, дестабилизируются при помощи электрического тока, но основная масса наблюдений говорит о том, что электропорация действительно одна из самых мощных методик по внедрению каких-то активных веществ в ткани, в глубокие слои кожи. Ну, не только, кстати, в кожу, да, в медицине этот метод, например, в основном применялся, применяется для электрохимического, так называемого, воздействия на опухоли. То есть туда цитотоксические препараты вводят непосредственно в ткань опухоли. А в косметологии эта методика стала применяться не так уж и давно, но где-то около, там, может быть, 20 с лишним лет, наверное, назад, не буду врать, как бы точно не знаю. Различные есть источники информации. И, в общем, сейчас достаточно много кабинетов оснащено аппаратурой, которая имеет такую функцию. И, как правило, коммерческое название данной процедуры – это безинъекционная мезотерапия. Какие особенности у этой процедуры? То есть важно, что препараты должны быть водорастворимы, потому что возникают у нас аквапоры, то есть они, как бы, имеют сродство к водорастворимым каким-то компонентам. То есть это гелии, сыворотки оптимально вводить. Как я уже говорила, создается временное депо, как при ион форезе, да, фактически. И какое-то время, да, может быть, там, несколько часов, а может быть, несколько суток активный компонент может оказывать свое действие, да, пролонгировано. Во время процедуры идет воздействие электрическим током, да, то есть фактически с увеличением его силы. Кожа у нас адаптируется, может быть, во время процедуры чуть-чуть повысить мощность нужно, да, силу тока точнее. И если мы делаем курс, то есть от процедуры к процедуре, тоже восприимчивость, порог чувствительности будет немножечко снижаться, ну, если так по себе представить, и имеет смысл немножечко повышать силу тока, ну, естественно, ориентируясь на ощущения пациента. Потому что все электрометодики, которые работают не в микроамперном диапазоне, а в диапазоне, который человек чувствует, они все выстраивают свою силу, да, свою интенсивность, да, мы выбираем, ориентируясь на ощущения пациента. То есть пациент не должен чувствовать боль или жжение или какие-то вообще неприятные дискомфорты, а должен чувствовать легкое покалывание, ощущение мурашек. Ну, на лице в некоторых зонах могут допускаться небольшие сокращения мышц мимических, это нормально. И на вот такие вот как раз субъективные ощущения, да, у всех разные, да, не могут быть кто-то при меньшей интенсивности, кто-то при большей интенсивности начинает чувствовать дискомфорт. Ну, наша задача, как бы, чтобы дискомфорта не было. Общая продолжительность процедуры в среднем, да, для среднего лица, шеи, декольте, разумеется, не обрабатываем, никакой аппаратной методикой зоны щитовидной железы будет приблизительно около получаса, да, то есть в зависимости от, ну, от 20 до 30-35 минут. По телу, естественно, если терпорация используется, ну, достаточно редко, могу сказать, используется, это уже где-то будет до полутора часов, но по лицу не более получаса, как правило, процедура длится, соответственно, вся процедура вместе с подготовкой кожи, вместе с последующей маской будет длиться, ну, примерно час-15. Вот. Какие противопоказания, да, у нас для данной методики, ну, надо вспомнить, да, те же самые практически, как для любых электропроцедур и как для любых физиопроцедур. То есть это, в первую очередь, онкология, либо доброкачественные какие-то недообследованные, непонятные образования, новообразования, которые, собственно, неизвестно какой склонностью, да, будут обладать к злокочислению или нет, то есть те образования, которые недавно диагностированы или обладают склонностью к росту, они тоже, в общем-то, считаются, ну, равнозначными онкологией, да, и поэтому, естественно, это абсолютное противопоказание к любой физиотерапии. Беременность – это тоже абсолютное противопоказание. Системные заболевания соединительной ткани, такие как склеродермия, аутоиммунные какие-то заболевания, да, то есть это такие тяжелые хронические процессы, которые, ну, не допускают применения аппаратных методик в рамках кабинета, оказывающего эстетические услуги, да, и вне зависимости, что там работает, естественно, врач. Другое дело, что многие из этих противопоказаний, да, то есть каких-то заболеваний в профильном ЛПУ могут курироваться как-то при помощи аппаратных методик, но это не относится к именно косметологии, да, то есть если мы реабилитируем женщину после мастектомии при помощи прессотерапии, это не значит, что этой же женщине можно в СПА-салоне каком-нибудь сделать прессотерапию в качестве услуги косметолога. Вот это надо немножечко вот как бы дифференцировать. Инфекционные заболевания, как острые какие-то, да, респираторные и так далее, так и герпетическая инфекция является тоже противопоказанием к аппаратным методикам до момента наступления выздоровления или ремиссии стойкой. Соответственно, лихорадка, да, какая-то любого генеза, да, это тоже противопоказание к любой аппаратной методике. Организм нагружен уже и так, да, для того, чтобы бороться с инфекцией, например. Например, если мы какую-то нагрузочную физиотерапевтическую процедуру будем проводить, то, к сожалению, эффект будет непредсказуемый и основное заболевание, да, от которого пациент в данный момент страдает, например, грипп или ОРВИ, да, пойдет с ухудшением. Различные дефекты на коже, повреждения, родинки, невусы, если их очень-очень много и невозможно обойти, распространенная форма акне тоже, является противопоказанием для любой контактной методики, да, то есть если можно методику, например, лазерной терапии или дарсимболизацию сделать бесконтактно, то мы можем при акне, например, распространенной форме это делать, да, но это не относится, естественно, к множественным невусам и родинкам, особенно с различной формой выступающих на коже, да, которые нежелательно никакими стимулирующими методиками физиотерапия. Она вся, в общем, стимулирует какие-то функции, да, клеток, особенно их разделение. Поэтому нам не всегда нужно стимулировать деление клеток, поэтому если мы видим какие-то прямо очень-очень-очень много невусов, подозрительных особенно, то мы, конечно, не будем их стимулировать и обрабатывать физиометодиками. Наличие кардиостимулятора – это абсолютное противопоказание для отпуска каких-то электросвязанных с электрическими процедурами, вообще как бы аппаратных процедур большинства. Наличие металлических имплантов зубных, дентальных, да, ну, внутрикожных, понятно, мы не можем ничего делать. По поводу дентальных, если их нельзя заизолировать, то тоже является противопоказанием, к сожалению. Если можно, допустим, проложить где-то капу или турундочку, да, сухую ватную на время процедуры, то тогда, в принципе, можно эту зону обрабатывать. Если у нас отсутствует, допустим, чувствительность, то есть какая-то неврологическая патология, то мы не сможем ориентироваться на ощущения пациентов при отпуске электрометодик каких-то, электроэлектропроцедур, и особенно это важно для радиочастотной терапии, да, то есть как бы противопоказания, которые на этом слайде, да, они, в общем-то, универсальны, поэтому не только к электропорации относятся. Но так как электропорация – это электрометодика, то всё, что, например, относится к ионофорезу, всё, что относится, например, к РФ-лифтингу, да, тоже может с полным правом, конечно, относиться и к электропорации. То есть сердечно-лёгочная недостаточность, геподобилярные какие-то системы, проблемы, какие-то хронические заболевания почек, лёгких, да, то есть такие тяжёлые какие-то хронические процессы, сахарный диабет декомпенсированный, особенно лисулинозависимый, он запрещает нам физиотерапию в рамках косметологического кабинета, да, но это, опять-таки, не значит, что мы не можем, например, лечить трофические язвы диабетика при помощи микротоковой или лазерной терапии. Здесь есть некоторые, да, нюансы. Профильное – это лечебно-профилактическое учреждение оказывает эту услугу, как кабинет физиотерапии, да, либо это всё-таки косметологическая, да, какая-то услуга с эстетической направленностью. Там, к сожалению, большинство аппаратных процедур для таких пациентов тяжёлых, они запрещены, потому что, как говорится, при многих этих патологиях не исследовалось, как вообще воздействует, например, та или иная методика именно с эстетической целью выполняемой, плюс есть риск определённый, да, допустим, если осложнений, то в данном случае польза может быть меньше, чем вред. Какие же, собственно, мы можем выбрать препараты для электропорации? Вот, но тут мы на самом деле… Я тут заготовила аппаратик, вот, если, я надеюсь, его будет видно. А вообще, видно хорошо, напишите мне что-нибудь. Или попробовать поближе подвинуть. Это так, пизанская башня в виде камеры, чтобы хоть что-то вам было видно. Значит, если есть возможность, да, напишите, поставьте единичку, если вам хорошо вот это видно всё. Вот здесь у меня аппарат электропорации как раз отлично. Т12-й Алвипрак чешский, достаточно простой в эксплуатации, скажем так, аппарат для безинъекционной мезотерапии. У него на самом деле очень хорошо реализована манипула, да, то есть как бы здесь нет никакой баночки встроенной, как раньше делали часто. Здесь есть пассивный электрод, который держит в руке пациент, причём здесь как раз никакие реакции электролиза, да, не происходят на электроде, поэтому его можно зажимать голой рукой, но не всегда это приятно пациенту. Поэтому я заметила, что для некоторых всё-таки комфортнее пассивный электрод оборачивать в несколько слоёв влажной вот такой вот салфеточки, да, из панбейса. Сама манипула у нас металлическая, да, у неё откручивается вот эта часть, можно её в принципе даже в дезораствор положить, если нужно, но в принципе с повреждённой кожей мы не контактируем, поэтому обрабатываем обычными стандартными антисептиками, как ультозвуковые манипулы, как ультозвуковые датчики и так далее. Так вот, здесь как раз никаких встроенных баночек нет, здесь можно работать непосредственно по коже, да, с нанесённым на неё активным препаратом. Естественно, чем меньше молекулы, да, и чем больше биодоступность активных веществ в препарате, да, тем больше мы их внедрим в глубокие слои кожи. Так вот, мы, когда проводим процедуру, мы начинаем всегда с демакияжа, вот, тут не примену похвалиться нашим новым муссом, он, конечно, у нас из линии хоумкер, то есть предназначен больше для, как говорится, обычного потребителя, но он при этом остаётся профессиональной косметикой, очень качественной, очень хорошей, и вот этот вот мусс, он представляет собой пенку, да, то есть там как бы пеночка такая очень приятная сразу выскакивает из этого дозатора, и она очень вкусно пахнет, и очень хорошо очищает кожу от макияжа, да, то есть здесь, в отличие от очищающего геля, немножечко пожёстче это средство, но тоже не содержит ни лурет, ни лаурилсульфата, там такие мягкие павы, как и глюкозит, как в очищающем геле, там тоже есть, но там ещё, да, Полин, спасибо за отзыв, да, мне тоже, кстати, он очень нравится, мы на самом деле всем офисом на него подсели, когда тестирования были у нас, клинические испытания, потому что один запах чего стоит, и вот эта вот пена, по ней можно лимфодренаж с утра сделать себе, то есть она не распадается сразу в воду, не превращается, как большинство таких вот аналогичных средств, казалось бы, вот в таких же флаконах, и кроме того, там очень такие хорошие павы, там ТЭО, КАИЛ, ГЛУТАМАТ, там полиглицерил-4К ПРАТ, такие мягкие-мягкие, то есть это не лурет, не лаурилсульфат, да, ни в коем случае. С глазок тоже можно смывать макияж, так же, как и очищающий гель. Немножечко очищающий гель, конечно, поэкономичнее, вот, и помягче, но вот прям достойная вещь вышла из новиночек, из наших. Так вот, мы сделали домакияж перед процедурой, и перед любой вообще процедурой, связанной с форезом, наша задача убрать все-таки роговые чешуйки по максимуму, да, то есть освободить кожу от гиперкератоза, от избыточного какого-то ороговевшего эпидермиса. Так вот, поэтому, естественно, логично предположить, что мы сделаем, например, массаж по энзимной пектиновой маске перед процедурой, и это будет как раз то самое глубокое очищение, которое мы будем проводить, ну, не чаще, двух раз в неделю. Соответственно, если мы делаем курс, например, через день из десяти процедур, а так как эта физиотерапия такая, ну, в общем, ближе к классической, очень похожа, кстати, на СМТ, да, то есть на сеносоидальный модулированный ток, который применяется в физиотерапии СМТ-ФРС, да, то есть электропорация такой, уже его немножечко продвинутой версии. Поэтому, в принципе, мы там на первой, пятой, десятой процедуры можем использовать энзимную маску, а все остальные разы умыли, тоником протерли, и дальше уже сразу вводим какой-то активный препарат. Так вот, энзимная маска – это оптимальный совершенно вариант подготовки кожи. После того, как мы ее подготовили, мы используем тоник. Опять-таки, проницаемость эпидермиса повышает очень хорошо АХ-кислоты, поэтому, наверное, ну, 9 из 10 раз я выберу АХ-тоник наш, да, там, на самом деле, кто не знает, практически все АХ-кислоты, которые только в природе есть, и яблочные, и молочные, и винные, и лимонные, и глюконовые, и гликолевые, ну, то есть полный комплекс, его там 4%. Немножечко салициловой кислоты, сиборегулирующий комплекс с цинком магнием меди, то есть АХ-тоник очень хорош еще для проблемной кожи, но нам сейчас от него нужно повышение проницаемости эпидермиса. И таким образом, вот это, наверное, тоник выбора для подготовки вообще к любому, наверное, форезу. Но если кожа, например, чувствительная, к АХ-кислотам относятся так довольно критично, то тогда можно выбрать такой нейтральный, например, тоник с гиалуроновой кислотой и эластином. Он немножечко гелевой консистенции, многие его знают и любят, такой как сыворотка. Хорошо увлажняет, хорошо ПАЖ восстанавливает, и, в общем, его можно, как говорится, и в пиры в мир, и дома, и в кабинете использовать. Ну, для более чувствительной, для сухой кожи можно как раз его. Ну, для сухой кожи без повышенной чувствительности, опять-таки, АХ-тоник будет, наверное, предпочтительный. Кожу подготовили. Потом наносим активный препарат. Ну, самый, наверное, популярный препарат для электропорации, так же, как и для лазерной терапии, лазерной биоревитализации, это гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Вот гель-концентрат, он содержит 2% чистой, низкомолекулярной биосинтетической фармакопейного качества чешской гиалуронки, которую мы очень любим, уже более 15 лет сотрудничаем с этим препаратом. поставщиком сырья и очень довольны качеством препаратов. Ну, многие тоже, естественно, ее уже давно используют. И, в общем, наша низкомолекулярная гиалуроновая кислота – это один из самых любимых все-таки препаратов, который используется для лазерной биоревитализации, но и для электропорации тоже. Гель-концентрат мы наносим на подготовленную кожу, лица, шеи, кальте. И если мы, допустим, имели бы аппарат с баночкой встроенной, то, возможно, нам пришлось бы разбавить его тоником, например, тем же самым с гидрозатом коллагена алоэ вера, любым поляризованным тоником. Ну, кроме тоника с ахокислотами, разумеется. Для манипулы, реализованной вот таким образом, нам достаточно нанести препарат на кожу, и потом, пока мы будем проводить процедуру, немножечко добавлять, может быть, его зонально, если он впитывается быстрее, чем мы, как говорится, можем обработать эту зону. Еще варианты, да, какие? На самом деле остальные препараты мы уже можем подбирать по показаниям. Например, если это кожа атоничная, тусклая, так называемая кожа курильщика, пресловутая, то можем взять гель для сухой нормальной кожи нео, с липосомальным дегидрокверцитином, с экстрактами, особенно с вазоактивными экстрактами, арника, плющик к ним относится, как раз помимо них еще там различные другие тоже стимулирующие компоненты, то есть это экстракт, например, бузины, постельницы лекарственные, эмалию, липо, огурца. И, собственно, вот этот гель для сухой нормальной кожи нео мы можем использовать тоже для процедуры литропорации. Мы можем взять, например, гель антивозрастной нео, где липосомальный дегидрокверцитин сочетается с антиоксидантами, с экстрактом планктона и зеленого чая, с витамином С, с эластином, гидролизованным коллагеном, то есть такой сбалансированный тоже состав антиэйдж компонентов. Если, допустим, у нас опять-таки тоже атоничная кожа с застойными явлениями, со склонностью к отекам, допустим, с элементами постакна, то можем взять гель тонизирующий. Если преобладает склонность к воспалению, то есть измененный качественный состав кожного сала, жирная кожа, кожа с пигментацией, то тогда мы можем, например, гель пектиновый взять, который содержит цитрусовый пектин, который обладает еще и осветляющим действием. И, кстати сказать, все эти препараты мы можем продолжать использовать дома в межпроцедурном и постпроцедурном уходе, потому что если мы будем продолжать профессиональную косметику назначать пациента домой, то мы пролонгируем результат наших процедур, мы достигаем больших результатов, лучших по эффективности, и, естественно, это обеспечивает нам, так сказать, постоянство наших клиентов, потому что если пациент у нас даже какую-то совершенно невероятную процедуру по эффективности получил, видит эффект до и после, потом приходит домой и берет какой-то там из масс-маркета крем, начинает им пользоваться, да, и не использует активных средств никаких, не поддерживает этот эффект, то, к сожалению, все быстро возвращается на круги своя, и, увы, оказывается, деньги потрачены зря. Поэтому не бойтесь назначать профессиональную косметику в домашний уход, это не заставит пациента, пользуясь ею, не ходить к вам реже, а наоборот, это будет формировать лояльность клиента для того, чтобы, то есть он видит, как кожа выглядит хорошо после ваших назначений, да, а потом всегда в динамике уход корректируется, да, с учетом каких-то моментов, да, вот. Если же кожа, например, жирная комбинированная, можем взять гель для жирной кожи с гомомелисом, то есть с себорегулирующими компонентами, и таким образом по составу, читая, как говорится, этикетки, мы можем понять, да, какому пациенту, с какой проблемой для решения ее предложить тот или иной препарат. Но золотым стандартом, как я уже говорила, является низкомолекулярная гиалуроновая кислота, также можно вводить и ультрамолекулярную, то есть это сыворотки 3D-увлажнения со всеми тремя видами гиалуронки, которые рекомендуются для очень обезвоженной, но еще и гиперчувствительной кожи, потому что там помимо трех видов гиалуроновой кислоты есть пептид дюфопарин, который регулирует влажность тоже, да, увлажненность, эпидермиса и дерма, да, транспорт, из глубоких слоев поверхностной этой влаги. И сок алоэ вера, который снимает чувствительность, снижает ее. Вот, поэтому можно ее тоже использовать. Она, кстати, более жидкая, подходит, ну, практически в неразбавленном виде для аппаратов, в которых есть встроенная баночка. Другое дело, что со встроенной баночкой аппараты, конечно, не сильно экономичны в отношении косметики, вот, но что делать, если она есть, да, то есть можем и так использовать, да, или можем, допустим, использовать варианты разные, например, в саму баночку залить какой-то для, так сказать, сохранения электропроводности этой манипулы более недорогой препарат, да, взять тот же самый гель увлажняющий плюс или гель для зрелой кожи формула-1, разбавить тоником, а уже на кожу нанести более дорогую, более эффективную 3D-увлажнение, например, сыворотку, как вариант. Замечу, да, отмечу тоже красным, я написала на этом слайде, красным цветом, что купероз и розация являются противопоказанием, к сожалению, для всех процедур, которые используют электрический ток в миллиамперном диапазоне, то есть ток, который чувствуется. Если мы используем микротоковую терапию, да, то есть микроамперный диапазон, и пациент практически не чувствует этот ток, это, наоборот, хорошо для сосудов, то есть это является процедурой выбора для, например, пациентов с куперозом и розацией. Микротоки и лазерной терапией, например. Но если мы работаем электропорацией, делаем рефлифтинг, гальванофорез, он же ионофорез, электропорацию, то, к сожалению, выраженный купероз, я не беру, там несколько телеангектазий, там буквально на крыльях носа, то есть не выраженный, да, какая-то первая стадия купероза. Это мы, как говорится, не считаем противопоказанием, но если купероз выражен, или у пациента роза АЦ, то электрометодики ему, к сожалению, противопоказаны, поэтому он может использовать антикуперозный гель с венотониками, с троксерутином, с конским каштаном, листьями красного винограда в виде экстрактов, с неоцином, витамином ПП, с амином С, и дома дома. Естественно, предварительно попробовав его на реактивность, на лигропробу проведя, на реактивность к никотиновой кислоте, то есть бывают люди, которые реагируют. Но, например, вводить ионофорез, тот же самый антикуперозный гель, мы пациенту с роза Ц или с куперозом не будем, он будет использовать его дома, если он ему подойдет, если он ему не подойдет, и у него вдруг обнаружилась гиперчувствительность к никотиновой кислоте, то он может взять гель для сухой нормальной кожи нео, тоже с венотониками, арникой и плющом, если по сомальным дегидрокерцитинам использовать его. А вот тот же самый антикуперозный гель электропорации мы будем вводить как раз пациентам с тусклой атоничной кожей, с той же самой кожей курильщика, с склонностью к спазму сосудов, с склонностью к деформационному типу старения, потому что ДМАЯ там еще находится и дает хороший лифтинг, то есть антикуперозный гель. Потому что вопрос предваряю, очень часто задают, а как же антикуперозный гель? Написано, что его можно ионофорезом вводить, можно электропорацию делать, а как же мы, если нельзя? Так вот, я могу сказать, что это можно, но только не тем пациентам, не с той целью. Антикуперозный гель – это такой разноплановый препарат, поэтому не только для обладателей несчастных куперозом и розация он предназначен, но и просто как антиэйдж – очень хороший комплексный препарат, который может использоваться для того, чтобы оживить цвет лица, для того, чтобы создать эффект лифтинга и очень хорошо работает. Кстати, никотиновая кислота при регулярном применении еще и способствует сужению пор. Поэтому в виде неоцина, в виде неоцинамида она еще сиборегулирующим действием обладает. Так что вот можно, ориентируясь на составы, у нас недавно совершенно был замечательный семинар, который моя коллега Галина Зосимова провела, читаем составы про то, из чего состоит косметика. То есть рекомендую посмотреть, у нас на Ютубе он уже, по-моему, выложен. Но двигаемся дальше. То есть мы нанесли препарат, взяли, дали пациенту в руку манипулу, либо обернули его влажную салфеточку, сложенную, допустим, вдвое-вчетверо, для того, чтобы у него не было неприятных ощущений в ладони. И нанесли на кожу, да, то, что мы будем вводить, например, гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, и будем вводить, да, то есть мы включаем. Ну, в данном случае здесь достаточно такой интуитивный интерфейс, очень простой. Здесь у нас есть время, которое мы выставляем. Так, у нас процедура длится не более 30 минут, ну, максимум 35, да, то вот 30 стоит по умолчанию, можно поменьше сделать, если нужно, да. Дальше мы обязательно манипулу прислоняем к коже пациента, да, так же, как и при ионофорезе, и настраиваем интенсивность, вот здесь, да, вот, интенсивность настраиваем по ощущениям, то есть мы нажимаем старт, да, и потом уже будем поднимать мощность, да, вот, поднимать, поднимаем мы ее где-то до четверочки, как правило, 4 на аппарате вот это Малвипрак, это такой универсальный уровень интенсивности, при котором большинство пациентов начинают чувствовать вот эти самые мурашки, покалывания и так далее, но еще не возникает дискомфорт. В процессе самой процедуры, да, и, как говорится, со временем, да, на вторую, третью, четвертую процедуру мы, возможно, будем уже не с четверки, а с шестерки, например, начинать, да, то есть доходить по ощущениям пациента до шестерочки, ну, будет говорить, что да, вот комфортно мне, и мы будем продолжать уже, допустим, на более высокой интенсивности. Но в среднем от 2 до 4 это вот начальный такой уровень на данном аппарате. Когда мы закончили процедуру, мы выключаем, да, то есть стараемся выключить его, снизить до нуля интенсивность и выключить, не отрывая манипулу от кожи, да, и только потом ее от кожи отрывать. Ну, в общем, в принципе, те же правила, как и при воздействии постоянным током. Если есть какие-то вопросы, сразу задавайте. Про протокол, который у меня здесь на слайде есть, я уже, в принципе, вам рассказала. Основные моменты, да, повторю, это демакияж мягким средством, это на 1, 5, допустим, и 10, или на 1, 4, 8 процедуре, если у нас из 8 процедур курс состоит сокращенный, делаем подготовку кожи более интенсивную, то есть энзимную маску, куда можем, в принципе, даже ультразвуковой пилинг один из этих раз сделать, да, ничего страшного не будет, эти две методики, в принципе, сочетаются. Ультразвуковой пилинг как подготовка, дезакрустирующий гель используем, да, на 15 минут под пленочку, потом ультразвуком почистили, смыли все, протонизировали кожу, да, и дальше уже процедуру электропорации проводим. Вот, ну, проще всего взять небольшое количество энзимной маски, смочить ручки водой в перчатках, разумеется, да, и сделать легкий массаж. Дальше мы берем препарат, да, соответственно, какие аптечные препараты можно применять. Ну, смотрите, в принципе, косметические средства, которые тестировались, предназначены для, например, процедуры определенной, да, для аппаратных процедур, тут более предсказуемый эффект. Вот, но, в принципе, аптечные препараты применяют те же самые, например, которые мы можем применять для того же самого ионофореза, то есть витаминные какие-то ампулы, да, витаминные коктейли, те же самые мезотерапевтические ампулы, да, с дма и так далее. То есть, в принципе, можем в область второго подбородка, например, мы можем вводить на все лицо, можем применять, например, актив лифтинг, а можем взять, например, с непрямыми липолитиками ампулу тоже. Другое дело, что когда мы работаем с манипулой электропорации, мы все равно должны контактное средство какое-то использовать. Поэтому, если мы используем, например, сыворотки, взяли, допустим, или аптечную какую-то сыворотку, или мезотерапевтическую какую-то сыворотку, которая для инъекции предназначена, или берем вот эти препараты, которые не предназначены для инъекции, но предназначены для аппаратных методик и для межпроцедурного ухода, и подальгинаты, и так далее, под окклюзионной маской класть, чтобы их сэкономить, либо чтобы как контактное средство использовать, если мы аптечную какую-то ампулу берем, Мы можем использовать гели с наиболее нейтральным составом. Мы можем взять, например, если кожа чувствительная, зрелая, чувствительная кожа, гель для зрелой кожи формула-1, под него наносить активное средство, да, его уже более щедро и по нему работа с манипулой. Она, как бы вот этот гель, да, этот даже не сыворотка, а гель, он состоит из, такой у него состав достаточно лаконичный, то есть там витамин С в составе, да, гидролизат коллагена, эластин, высокомолекулярная гиалуроновая кислота и 2% сок алоэ вера, да, то есть здесь большая концентрация алоэ, поэтому чувствительная кожа – это как раз показания для применения геля для зрелой кожи формула-1, да. Можно попроще, да, взять препарат вообще, который состоит только из гиалуронки, алоэ и пребиотиков к геля, это увлажняющий гель плюс. Вот, ну, по цене они, мне кажется, в принципе, практически одинаковые, поэтому если пациент аллергик, да, такой, как бы на всё реагирует, для первого раза можно увлажняющий плюс взять, ну, чтобы там избыток каких-то компонентов случайно, да, реактивность не спровоцировал, а потом уже пробовать разные варианты. Если пациент, как говорится, не аллергик, жалуется, например, на чувствительность кожи, то можно, например, гель для зрелой кожи формула-1. Можно, в принципе, любой из аппаратных гелей взять в качестве контактного средства, ещё и обогащённого дополнительно какими-то активными веществами. Наверное, ответила, да, на ваш вопрос. Ампула всегда кладётся нижним слоем, да, на хорошо подготовленную протонизированную очищенную кожу, да, а сверху мы уже какое-то контактное средство наносим. Кожа должна быть постоянно влажная, можно, в принципе, смачивать, если где-то подсыхает гель, тоником при помощи кисточки, да, не обязательно гель постоянно наносить, да, можно взять себе в ложечку налить тоник и кисточкой подмазывать тоником, как вариант, то есть, в принципе, вот для облегчения скольжения манипулы, для того, чтобы у нас постоянно кожа была влажная, да, чтобы ток у нас хорошо проходил, можно и такой способ использовать. После процедуры, да, что мы делаем после процедуры, то есть мы сделали уже электропорацию, если это, например, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, я предпочитаю остатки влажным компрессом снять, потому что уже то, что не внедрилось при помощи аппаратной методики, уже вряд ли внедрится, да, будет подсыхать плёнку образовывать. Вот если это сыворотки, например, типа 3D, да, то ничего не смываем, не снимаем, оно так там на коже и остаётся, впитывается полностью. Так вот, дальше мы, конечно, какую-то завершающую маску должны нанести. Я очень люблю, все вы это знаете, да, кто постоянно наблюдает мои видео, я очень люблю два наших препарата, просто обожаю. Это гель для сухой и нормальной кожи Нео и лосьон-концентрат Нео. Вот эти два препарата я использую с вот такой вот масочкой, сейчас покажу, вдруг кто-то у нас впервые, вот берётся такая масочка, да. То есть на завершающем этапе, когда нужно кожу успокоить, восстановить, создать эффект так называемой фарфоровой кожи, да, сузить сосуды, да, выровнять тон. Идеально совершенно работают такие компрессоподобные маски. Вот больше всего мне нравится на вот этих двух препаратах. То есть мы наносим на кожу гель для сухой и нормальной кожи Нео, с совершенно богатейшим составом липосомальный дегидрокверцитин, вазоактивные экстракты и так далее. На этот гель мы наносим маску, потом мы её пропитываем, ну, естественно, на пациента мы не пшикаем, а кисточкой наносим, так будет экономичнее, и пациент дёргаться не будет. Вот, промакиваем вот эту масочку, которая уже наполовину пропитана гелем, ещё лосьоном-концентратом Нео. У него практически такой же состав, как и у геля, только более концентрированный. То есть у него немножечко отличается там по составу самих экстрактов, но вазоактивный экстракт и армик и плющ присутствуют тоже здесь. Здесь 10% липосомального дегидрокверцитина фактически это концентрированный раствор липосомального дегидрокверцитина. Я его, кстати, очень люблю использовать, и вообще моего поколения, пациенты мои, друзья, очень любят использовать вот это. Это препарат не в качестве активного концентрата, а дома в качестве тоника. Это, конечно, чуть-чуть дороже, чем обычный тоник, но зато эффект, как говорится, очень нравится. Особенно 40+, потому что очень хорошо оживляет тон лица, очень хорошо на сосуды действует, меньше проявления купероза какие-то будут. То есть лосьон концентрат нео, кстати, это самый лучший тоник для пациентов с разовцом, я считаю. Ну и свои функции, учитывая то, что у него нейтральный паш, он выполняет именно как тоник, то есть завершить очищение. Так вот, сделаем эту маску. То есть нанесли гель, нанесли одноразовую масочку, пропитали ее тоником и положили махровое сухое полотенчико. И вот так на 15 минут, ну максимум 20 минут. Когда мы снимаем вот эту маску, все препараты уже впитались в кожу, и кожа действительно такая прямо однородная, светлая, ухоженная такая, как бы человек стоит, как будто он выспался там, спал двое суток на природе. Дальше мы наносим какой-то финальный крем. Можем нанести наш известный уже всем крем увлажняющий, который подходит под все типы кожи, потому что он представляет собой легкую эмульсию, несет фактор защиты 10, который, в общем-то, для осеннего и зимнего сезона, как правило, достаточный. Если солнце активное, мы можем взять, например, наш мультипротектор. Кстати, сейчас сезон пилингов, тоже очень рекомендую, ну помимо всем известного геля интенсив регенерации, заживляющего, да, очень рекомендую использовать в качестве солнцезащиты мультипротектор SPF 50+, oil-free, потому что, как заметно из названия, он oil-free. Это очень редко встречается, когда с таким высоким уровнем защиты крем абсолютно нежирный. То есть, если мы его наносим, да, на лицо, попробую показать, не знаю, правда, что будет видно в камеру. Вот, мы его наносим, во-первых, он не выбеливает кожу. Он буквально первую секунду вот белый, пока диоксид титана мелкого помола, да, вот этот в наноформе так называемый, не распределится. И вот я его нанесла фактически, да, и видно, что кожа даже не блестит. Вот, то есть, это достигается тем, что здесь безжировая текстура, да, можно использовать при жирной коже, при комбинированной коже спокойно. И так как такие пациенты, наиболее трудно им найти какую-то SPF-защиту, особенно когда она необходима, когда мы делаем пилинги, к сожалению, без нее не обойтись, иначе можно получить гиперпигментацию очень серьезную, потом очень долго с ней работать. Конечно, мультипротектор SPF 50 Oil Free, он свою как бы нишу занял, и очень хорошие на него отзывы. Ну, естественно, мы сами его уже использовали, и летом в том числе, потому что вышел он в апреле. Вот, и все лето, как говорится, его как просто солнцезащитное средство многие использовали, очень довольны. Поэтому вот можете обратить на него внимание, если особенно делаете пилинги. Ну, и еще вариант, который мы можем использовать, это опять-таки, не могу не похвастаться новиночкой нашей, которую мы на недавно прошедшем Интершарме представили, это антиоксидантный коктейль Витаматрикс. Вот эту сыворотку, ну, скорее даже крем-сыворотку, да, больше, наверное, полюбят пациенты с кожей склонной к сухости, с мелкими морщинками, с какими-то несовершенствами кожи, потому что, ну, здесь я не знаю, как продемонстрировать перед камерой, очень-очень легкая сыворотка с витаминами А, С и Е, причем С в форме аскорбилоглюкозита, то есть стабильной формы, которая не окисляется и работает как антиоксидант достаточно хорошо. И здесь есть так называемый эффект софт-фокус, да, то есть когда мы такое сияние кожи придаем за счет светоотражающих частичек, очень мелких, они глазу незаметны, то есть это не как в декоративной косметике хайлайтер, да, а это такое внутреннее свечение, то есть кожа такое здоровое сияние приобретает за счет вот этого компонента хитрого, который дает вот этот вот эффект выравнивания тона, но не за счет тонирующего, да, какого-то краски, да, а за счет именно светоотражающих частичек, то есть в принципе его этот препарат, да, вот этот антиоксидантный коктейль можно использовать как средство, как дневной крем фактически, да, без СПФ, вот, можно использовать под декоративную косметику, особенно хорошо сочетается с какими-то пудровыми средствами, там, например, я как бы когда обзор писала, у меня у самой есть такой как бы приоритет цветоматрикса, мне нравятся герленовские метеориты использовать, вот я об этом тоже рассказывала, у нас на сайте на каждый препарат есть видеообзор, тоже можно ради интереса глянуть, если кто-то не видел, и сориентироваться, допустим, и по составу, и по применению, и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому для завершения процедуры, да, мы наносим одно из этих кремовых средств, или витаматрикс, вокруг глаз мы можем нанести крем-сыворотку новую, нашу тоже серии Home Care, которая, кстати, тоже нам очень понравилась еще на этапе тестирования, там последнего поколения пептид Матриксил, да, Матриксил Морфомикс, то есть не Синт-6, не трехтысячный, а именно Морфомикс последний, вот, который хорошо очень укрепляет кожу, да, то есть он стимулирует фибробласты, да, на выработку нового коллагена и эластина. Кроме того, здесь кофеин в составе, то есть это работа, опять-таки, с очечностью, с темными кругами. Здесь полулан, то есть это такой лифтинговый компонент, он же находится у нас в сыворотке Актив Лифтинг, к примеру. И, в общем, здесь есть масло, да, масло сладкого миндаля. Здесь такой очень сбалансированный состав, именно продуманный для зоны вокруг глаз, очень хорошо, как раз, когда для этой зоны уже пора использовать крем. Вот, то есть для всех пациентов 30-35+, крем-сыворотка с эффектом лифтинга, это будет, наверное, любимый крем для глаз. Вот, вот такая, наверное, реклама получилась, но очень-очень мы полюбили новую серию, вот эту хоум-кер, прям поем ей дифирамбы, непрестанно пробуйте. Вот, и напоминаю, что кто вначале промо-код на скидку 10% для участников вебинаров, запомнил, соответственно, может его использовать. Но в конце вебинара я его еще раз повторю, вот, чтобы кто не успел, тоже его записали. Потом, когда на ютубе будет этот семинар выложен уже в вебинар, его отрежут. Промо-код будете знать только вы. Вот, курс процедур, да, электропорация, это 8 или 10 процедур, как правило, проводимых либо ежедневно, либо через день, ну, чаще всего через день проводят их. По опыту можно, в принципе, эти процедуры проводить и реже, да, то есть один раз в неделю, два раза в неделю. Но это будет уже не такой прямо интенсивный курс, а это будет такой регулярный уход, да, то есть как бы если у пациента нет возможности ходить на вот этот вот почти ежедневный, десятидневный курс, уже лучше тогда ходит раз в неделю, но ходит. Вот, эффект все равно будет и будет достаточно хороший. Что еще, как говорится, можно сказать, да, если у вас вопросы какие-то будут, обязательно присылайте их на инфо или есть еще моя личная почта, косметолог, собака, гильтекмедика.ру, без разницы, куда вы пришлете, мне все равно этот вопрос придет. Вот, если есть сейчас у вас какие-то вопросы по самой процедуре, по препаратам и так далее, задавайте, готова на них отвечать.